роман приветствую тебя и стартем долгожданный эфир соответственно для тех кто следит за совместным нашим контентом обсуждаем собственно как и всегда возможности технически фундаментальные с двух сторон охватываем сразу основные способы анализа финансовых рынков иногда касаюсь еще темы психологии трейдинга когда есть хорошие индикаторы от не декса рыночных настроений кайма ну может быть даже сегодня имеет смысл затронуть эту тему потому что есть хороший сигнальчик сейчас по паре евро доллар как раз в преддверии предстоящего релиза по нон фарм фэрлс ну что же давай тогда с меня начнем демонстрации экрана сразу чтобы было на что опираться так индекс доллара в последний раз когда мы с тобой обсуждали именно перспективы рынка я обозначал очень хорошее возможность для роста этого актива потому что фундаментальный фон который ложился в основу вот этого предстоящего радио он как раз и предполагал что это неизбежный тренд поскольку сначала все будут готовиться к действиям американского регулятора по ужесточению монетарной политики необходимые мерам борьбы с высокой инфляцией предотвращение перегрева экономики потом будут фактические решения от федрезерва и после следом за этими фактическими решениями рынок продолжит спекулировать рассуждать и прогнозировать а что еще может сделать фрс чтобы замедлить темпы роста индекса потребительских цен сейчас уже вот по факту прошлый эфир почти месяц назад был сегодня у нас если говорить о идти по горячим следам федрезерва заседания американского регулятора в среду ставка повышена на 50 байсных пунктов кстати говоря это самое агрессивное ужесточение монетарной политики за последние 22 года и фрс кстати повысил ставку на втором заседании подряд впервые 16 года по поводу программы количественного ужесточения то есть того как фрс будет избавляться от облигаций казначейских и ипотечных бумаг тоже уже разрученные планы сокращение будет идти темпами 47 миллиардов долларов в месяц в июне и июле августе в сентябре этот объем будет увеличен до 95 миллиардов короче все что можно было задействовать регулятор сейчас задействовал наверное программа максимум была бы если бы фрс взял и повысил ставку на 75 базисных пунктов за раз но я отношу к тем трейдерам которые считают что такое решение вполне может быть принято чуть позже например на июньском или июльском заседании это будет оправданный шаг потому что всем прекрасно знаем фрс ранее профокал время когда нужно было вмешиваться в текущей ситуации с инфляцией сейчас пытается вот наверстать упущенное вот этими агрессивными шагами что с индексом доллара будет дальше я могу обозначить свою субъективную цель я жду индекс доллара в районе 104 105 пунктов ну 104 уже не совсем актуально потому что мы сегодня видели теста этой планки но многие инвестбанки за которыми я слежу это сити morgan stanley bank of america а считать что индекс доллара может вырасти еще процентов на 5-8 то есть легко может достичь отметки 110 пунктов короче индекс доллара это очень хорошая интересная долгосрочная сделка я не встаю повторять что те кто заморочен на высоких свопах и считает что нахождение в сделках долго чревато набеганием больших свопов которые будут съедать соответственно приличную часть а потенциального профита если сделка будет растянуты на долгие промежуток времени индекс доллара без свопов поэтому не заморачивайтесь друзья иногда нужно просто доверять фундаментальному фону и действовать как он говорит на противодействие со индексом доллара я шорчу европейскую валюту и прям настаиваю на том чтобы вот этот уровень 104 90 был пробит я вот смотрю уже до прошлого месяца когда же все-таки пойдет эта планка и когда же евро пойдет еще ниже очень рассчитываю роман на то что сегодня это может случиться потому что сегодня но он фарм первосы и я сторонник того что этот отчет по рынку труда совершенно поддержит индекс доллара потому что потенциально хорошие цифры могут впоследствии оправдать более радикальные шаги по ужесточению монетарной политики поэтому по европейской валюте друзья тем из вас кто еще не открывал сделок хотя мне кажется таких мало особенно если вы интересуетесь финансовыми рынками евро нужно было торговать в последнее время сегодня можно рискнуть особенно после вот локальной коррекции зашортить с на стопом на отметке 1 06 50 и take profit там это следующий уровень поддержки там на отметке 1 0 3 20 я думаю что это реально тот целевой ориентир которого может евро достичь основной риск для европейской валюты это рецессия которая конечно же для еврозоны существенная вероятность которая возросла после вот этого шестого пакета финансово-экономических санкций которые коснутся энергетического сектора россии и еще больше разгонят инфляцию в еврозоне удавить по потребительской способности европейского населения по потребительским расходам и по доходу конечно же все это приведет к степляции поэтому нужно потихоньку как бы это ни звучало но хоронить европейскую экономику на какой-то период времени и кто знает может быть очень скоро мы увидим на паритет значениях и еще один инструмент это рынок нефти которая сейчас котируется в районе 111 долларов за баррель я рекомендую смело покупать с целями 115 120 долларов за баррель здесь две причины во-первых это итоги заседания опек которая состоялась на про вчера собственно страны энергетического пакта не согласовали более высокие объемы нефтедобычи то есть действует соответствие со прежними планами постепенного наращивания производства которые недостаточно чтобы решить проблему дефицита дефицит он еще грядет только потому что как только и опять же примет вот это финальное решение по запрету импорта российских дорогов пусть это тоже произойдет и в перспективе там шести месяцев вот вроде как сырую нефть от нее откажется в течение шести месяцев от нефти продуктов до конца года но не забывайте друзья что сейчас или чуть позже но рынок кажется вот 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 в этих условиях кризиса предложения шокового сценария кстати говоря на мухаммед баркинда который является генсеком опеку он вчера комментировал ситуацию с этими санкциями отметил что наивно полагают те кто считает что тот объем нефти который выпадет за счет сокращения поставок из россии он будет наверстан и покрыт за счет поставок других регионов и добавил что в мире сейчас нет ни одной страны которая смогла бы полностью покрыть вот эти поставки из россии поскольку ни одна страна не обладает достаточным количеством свободных производственных мощностей которые можно было бы задействовать в кратчайшее время я сторонник того что на этом будем расти и возможно даже роман увидим не просто локальные максимум максимумы за много и много лет но 120 долларов за баррель как раз и предполагает то что а такие значения могут быть протестированы вот на вот этих идеях индекс доллара как долгосрочная сделка на блонг европейскую валюту сегодня можно зашарсить перед ним формами попробуется работать в последний день уходящей недели и рынок нефти тоже будет стремиться вверх на усиливающемся кризисе предложения слова тебе да но вполне очень интересно я послушал перейду сразу к терминалу так значит что касается так меня видно нет да видно перестал значит что касается твоих мнения по евро и индекс доллара да вот с точки зрения технического анализа могу согласиться что тоже ожидаю до пробить это уровне обычно когда такие уровни формируются вот не несмотря на то что это там допустим даже не похоже на сужающийся треугольник да вот это расширяющийся все равно остается достаточно мощная скажем так потенциал к ее пробитию и наверняка он будет пробит вот и но единственное ты сказал что нон фар значит да поддержит доллар а тут не могу с тобой согласиться вообще планируется уменьшение до количества занятых на 40 тысяч и по идее фонда как бы негативный уровень безработицы снизится количество занятых снизится количество занятых смотри в нон фармы общее количество рабочих мест и параллельно еще уровень безработицы выходит то есть и понятно на что смотрят больше поэтому я не буду противоречить этому до итоги но вроде бы как уровень безработицы должен сегодня быть лучше чем прошлый месяц и потенциальный позитив ну то что то что у нас увеличится волатильность вот потому что одни тянут в одну сторону другие другое и вот даже например я вот вчера наблюдал например повышение ставки в британии было да после этой недели она просто бомбическая можно сказать по процентным ставкам я на своем канале вот переходите подписывайтесь показывал прогноз по австралийскому доллару в канале у себя еще в телеграм канале было движение по австралийскому это в понедельник во вторник по моему было повышение прям повышение процентной ставки четко прям рост на если не ошибаюсь на 600 пунктов австралийского доллара вот и вчера было повышение процентной ставки или позавчера ну вот по британскому фунту да и вот что их здесь отметил во первых одномоментное было тоже в моменте повышение британского фунта на 300 пунктов буквально несколько секунд вот но после этого он начал двигаться вниз плавно 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 и шел шел весь день вниз это и возникает вопрос да то ли это британская валюта ослабевает то ли это доллар у нас опять укрепляется и укрепляет все за собой вот и порой возникает вот такой момент когда спрашивают а почему ставка увеличилась а цена идет в обратную сторону да потому что если действительно фон доллара до укрепляющегося доллара достаточно сильный то он будет все тянуть просто любая новость она будет провоцировать дальнейшее от снижения европейских валют и рост доллара но нельзя здесь не учитывать тот факт что когда мы долго-долго двигаемся вниз иногда как это все называют аналитики возникает техническая коррекция и техническая коррекция она ждет как раз таки накопления когда все вроде ждут вниз большинство да она стреляет вверх о чем кайман говорит периодически и вот это вот здесь надо быть очень осторожными на сегодняшнем нон фарме потому что помимо того что мы конечно ждем пробития вниз но бывает так вот пробивает вниз срывает стопы и рвет вверх просто очень сильно сильно потому что рынок нуждается как бы вот в этом передышки в этой передышки это передышка может действительно спровоцировать движение в частности вот доллара да вниз да хоть он идет вверх глобально но мы видим что коррекции коррекции происходят и вполне возможно что сегодня может дернуться и вниз перед дальнейшим до ростом глобальным вот поэтому те кто торгует на новостях в моменте конечно быть осторожным мы можем увидеть резкую коррекцию вниз в том числе вот так что ну вот посмотрим это очень интересный день сегодня я тоже жду вот надо учитывать эти факторы но что касается нефти здесь отчасти с тобой согласен хотя я ждал что она все-таки прежде чем будет дальнейшем расти она вернется и протестирует еще раз уровень поддержки возможно это все-таки случится потому что еще ну не так скажем еще замкнулся треугольник да еще есть потенциал для его сужения вот но вот он уже пробивает пробивает и вполне возможно если закрепится то двинемся действительно дальше я согласен с геополитическими вот этими факторами и рисками и действительно уменьшение скажем так потребление именно российской нефти вызовет спрос на эту нефть в других частях да то есть там европа уже пытается там что-то в африке где-то найти там то ли газ то ли нефть то есть еще там где-то искать и вот это вот начнется спрос вот этот вот расти просто даже на эмоции просто да да у всех сейчас даже и газ и нефть есть в запасах хранилищах и так далее да но ближе к осени вот это вот начнется ажиотаж какой-то непонятный и вполне возможно на этих эмоциях да на ожиданиях как мы говорим там покупай на ожиданиях продавай на факты да и вот на этих ожиданиях вполне возможно что нефть опять действительно будет перехай как мы говорим да вот этого предыдущего глобального максимума вот вполне возможно если я согласен вот ну вот по золоту еще хочу сказать так с точки зрения технического анализа ждем пока подойдет к уровне сопротивления у себя на канале говорил про него наверняка отсюда будет хорошая точка разворотная вниз тоже такая временная золото сейчас консолидируется но у него такие большие консолидации треугольные из первой консолидации она успешно вышла вот и сейчас движется дальше вполне возможно что несмотря на то что сейчас тренд вроде как нисходящий вот наш 4 да мы видим но это возможно будет консолидация к дальнейшему росту вот ну пожалуй пожалуй вот все что наверно хотел сказать тоже закончу спасибо роман за комментарии за сделки за наблюдение ждем нонфармы сегодня 15.30 по московскому времени конечно же волатильности мы но не включаем потому что она в последние недели и так остается высокой но сегодня точно как ты отметил согласен будет еще немножко подкидана дровишка в эту топку активных движений и нужно быть осторожными друзья контролируйте риск и следить за загрузкой депозитов это очень важно вам тогда удачи адаптировать наши рекомендации к вашим торговым системам друзья всем действовать хорошего закрытия недели и тебе тоже роман хорошо сегодня поторговать если есть планы к сегодня торговли на новостях хотя ты лучше меня знаете что такое риски хорошего кадыр и до скорых встреч спасибо тебе посел за ним пока пока